Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы поговорить об основном риске, который присутствует в мировой экономике в настоящий момент. Чем он характеризуется? Откуда растут ноги, откуда растут корни? И я поделюсь своим собственным мнением, своим собственным видением, что делать в такой ситуации. Давайте, соответственно, начнем. Смотрите обязательно данное видео до конца, если вы хотите знать мое мнение относительно того, где я вижу основные риски сейчас в мировой экономике. Основной экономический риск вот сейчас, в настоящий момент, заключается в том, что мне нравится некий такой подход Реодалио, который говорит о том, что чтобы жить успешно, вся мировая экономика представляет из себя некий такой пирог. И вот в этом пироге есть определенные страны, которые толкаются руками, плечами, как командир роты у нас в Суворовском говорил, фу, как в курятнике, с реной нижнего толкая ближнего и пробирайся вверх. То есть все пихаются руками для того, чтобы увеличить свою долю пирога, которого от вот этой вот мировой ценности, которая создается, непосредственно отжать. Людей становится больше. Что такое люди? Люди – это те, кто, в принципе, если они будут неудовлетворены, они могут поменять политический строй, они могут поменять экономический строй. Мы можем получить бунты, мы можем получить революции, мы можем получить смену власти, мы можем получить какой-то силовой способ перераспределения капитала, ресурсов, человеческих ресурсов, природных ресурсов. И получается, из-за того, что население становится больше, эти риски увеличиваются. И в этом пироге твоя доля должна быть больше. И, соответственно, ты вынужден распихивать военным способом, политическим способом, экономическим способом, культурным способом. То есть каким образом ты захватываешь эту экспансию, эти ресурсы. И поэтому Рейдалю заявляет о том, что, ребята, проблема как раз-таки заключается в том, что у нас из-за того, что вот эта вот политика расширения, она приводит к тому, что происходит конфронтация. То есть ты можешь стать богаче за счет кого-то, за счет влияния. То есть что ты ставишь под контроль правительство. Что ты начинаешь диктовать внешнюю политику, внутреннюю политику, экономическую политику. Что вводятся определенные международные институты, которые влияют на то, какая политика ведется в стране. Вся вот эта вот история, мировая история, она приводит к тому, что постоянно пихаются. Кто-то теряет свою долю пирога, кто-то увеличивает свою долю пирога. И разомкнуть этот порочный круг можно только за счет того, и я согласен с этим, и Рейдалю согласен с этим, но не согласен, он говорит про это. Почему мы не ставим вопрос, как сделать этот просто не маленький пирог, в котором мы будем увеличивать долю, а просто сделать такой пирог, где ценности вот этой потребительской, да, хватит на всех. То есть экономика должна производить больше. А рост производительности труда, он соответственно обеспечивается за счет большей доли, с одной стороны, экономически активного населения, которая воздействует на природные ресурсы, и за счет роста производительности труда. То есть нужно увеличивать рост производительности труда. В том числе за счет глобальной кооперации. Когда получается условно в России дешево, там, или не знаю, в Саудовской Аравии, в Катаре дешево добывать газ, этот газ может поставляться в Европу. Ну и в России тоже, да, то есть можно добывать дешевый газ, поставлять его в Европе, и в Европе создавать товары с более высокой прибавочной стоимостью. То есть речь идет о производительности труда, и проблема, соответственно, мировой экономики заключается в том, что у нас очень сильно падает производительность труда. То есть в любом случае мир идет не по пути создания роста производительности, а по-прежнему мы пихаемся. Ну вот этими плечами, да. Основная конфронтация, конечно же, идет между двумя лидерами в настоящий момент. Это между Соединенными Штатами Америки и Китаем, которые имеют все больше и больше влияния приобретает в Центрально-Азиатском регионе. И, соответственно, это неизбежно проведет конфликт. Поэтому, если сделать краткое резюме, в чем сейчас заключается основной риск? Основной риск заключается в том, что вот в этом пироге, про который я рассказал, что происходит? Он не то, что не растет, он наоборот сжимается, потому что начинается конфронтация между, опять-таки, западным миром, азиатским миром. Раз. Два. Это приводит к разрыву вот этой глобализации цепочек кооперации, связанной с тем, что вы там производить можете в одном месте, где это наиболее выгодно, перевозить это туда, где это собирается, где создается прибавочная стоимость. То есть, эти логистические цепочки, они непосредственно рвутся. Посмотрите, опять-таки, санкции, которые вводят Соединенные Штаты в отношении китайских компаний, которые занимаются высокотехнологичным оборудованием, что они, соответственно, начинают менеджеров, которые из Соединенных Штатов Америки работают в китайских компаниях, они чуть ли не в принудительном порядке и говорят, ребят, все, в Китае вы работать не можете, это риски, соответственно, высокие. К чему это в конечном счете приводит? К тому, что размер пирога, который выпекают каждый год и начинают делить, сам размер пирога уменьшается, сама экономика сжимается, а население продолжает расти. И поэтому получается, что есть доминанты в мире, опять-таки, они названы, да, это там Соединенные Штаты Америки в западной части мира, это Китай в азиатском регионе. И к чему, в конечном счете, это будет приводить, когда пирог сжимается? Вам нужно более агрессивно толкаться и пихаться, потому что у вас население то же самое количество, потому что риски смены власти, если будут какие-то меньшие доходы получать будет население страны, они серьезно возрастают. И здесь получается, из-за того, что пирог меньше, а есть нужно столько же, сколько было в предыдущем году, то это нужно за счет отщипывания от кого-то и чего-то. Что мы и наблюдаем в последние 2-3 года, посмотрите ситуацию в Европе и ситуацию в Америке. Экономические санкции в отношении России, Европа сама себе подписывает чуть ли не смертный приговор, отказываясь от дешевых энергетических ресурсов в России, и при этом они закупают дорогие энергетические ресурсы в Соединенных Штатах Америки. То есть, что происходит с этим пирогом? Получается, в Соединенных Штатах Америки таким образом за счет Европы забирают себе наиболее профессиональных, квалифицированных людей, забирают себе производство с высокой прибавочной стоимостью, потому что они не могут с такими ценными на энергоресурсы находиться на территории еврозоны. То есть, они начинают переезжать куда-то в Европу. И таким образом, это вот я вижу основной риск, что у нас уменьшается размер пирога, который мы выпекаем ежегодно. Людей во всем мире остается по-прежнему столько же. И это приводит к тому, что страны, сателлиты, назовем это так, за счет их страны-метрополии сохраняют свое доминирующее положение, а в странах-сателлитах, соответственно, могут быть серьезные экономические, политические изменения, связанные с тем, что хлеба не будет хватать, продукты питания будут дорогие, мировая инфляция, соответственно, будет расти. И в этом случае, соответственно, может быть смена власти, на каких-то популистских историях будут приходить люди, которые просто говорят, ну популистские лозунги выкрикивают, то есть снизить пенсионный возраст, гарантировать высокую пенсию. И здесь мы понимаем, что в принципе экономика не позволит этого сделать, она сама сжимается по себе. И на эти риски тоже нужно реагировать. Каким образом на них реагировать, расскажу в отдельном мастер-классе, который проведу, что я конкретизирую эти риски. И, соответственно, есть мастер-класс, на котором я расскажу, что за риски в более широком масштабе. И второе, как лично я собираюсь на них реагировать. Если вам интересно полноценно порядка четырех часов получить контент на данную тему, проходите по ссылке под данным видео. С удовольствием встречусь, пообщаюсь. Думаю, что это будет интересно. Как, например, на примере Америки, которая сейчас захватила вот эту часть пирога с Европы, как у нее может что-то плохое произойти, например, смена власти, если по сути она получается богатеет за счет Европы. И должно у нее все быть хорошо. Но опять нужно понимать, что если проблемы будут усиливаться, то есть это как снежный ком, то есть есть состояние, назовем его, неустойчивое равновесие, когда приблизительно мировое богатство тем или иным образом распределено по всему миру. То есть у тебя и в Европе есть люди, которые живут, и есть экономика европейская. У тебя в Америке есть, у тебя в Азии есть, в России есть, в Африке есть, в Латинской Америке. И в этом случае получается, что если Соединенные Штаты Америки сохраняют свою собственную доминанту, они сохраняют доминанту могут за счет других. И в этом случае все лучшее оно само тем или иным образом будет перетекать. То есть лучшие умы, лучшие технологии, лучшие производства будут перетекать в Америку, но при этом будут беднеть другие страны, которые находятся на периферии. И какие опять-таки риски возникают? Начиная с того, что там может быть смена власти, заканчивая тем, что может начаться миграция. Миграция благополучная. То есть да, понятно, что люди, которые являются ценными, которые являются носителями технологий, которые являются носителем высокопроизводительного труда, они первыми и с распростертыми объятиями Америка их примет. Соответственно, их принимает, но в дальнейшем, если будет напряженность какая-то, есть там средний класс, есть менее производительный. И, соответственно, люди в той же самой Европе, что они будут получать? Беднеет Европа, соответственно, в Африке становится вообще коллапс. С африканского континента начинается миграция условно в благополучную Европу. В Европе более состоятельные производительные рабочие кадры мигрируют в Соединенные Штаты Америки. Здесь происходит смена политического режима наряду с миграционной политикой, что бедные сюда переезжают. И то есть, это некий такой ручеек, который запускается в сторону условно Соединенных Штатов Америки. Первыми, естественно, производительные бегут, а потом более бедные будут туда же пытаться мигрировать. То есть, это не момент прямо сиюминутного. Это не то, что завтра прямо стало все плохо. Я говорю, что эти риски, они присутствуют. Что в настоящий момент производительность труда, она замерла. То есть, экономика производит меньше. Потребление сжимается. Производство, соответственно, мигрирует. Производительные кадры мигрирует. И поэтому, конечно, пока что никто не говорит, что в Америке будет плохо. Но риски, соответственно, сохраняются. Представьте себе, что в такой ситуации Америка займет какую-то прям большую долю. Что в этом случае будут делать другие страны? Что они будут говорить? И будут ли они в дальнейшем слушать то, что им говорит Америка? Это потеря политического влияния, экономического влияния. Потому что, если приходят какие-то популистские силы, они придут и скажут, что что это мы Америке все должны? А что это мы закупаем вообще? ГАЗ в Америке по высокой цене. Давайте обратно померимся условно с Россией. Опять же, я условно говорю. То есть, может это произойти? Теоретически может. И вот это вот неопределенности, факторов неопределенности, их очень много, которые возникают. Нужно констатировать та проблема, которая есть сейчас. Экономика сжимается, потребление сжимается. И, соответственно, когда количество населения остается то же самое, то в этом случае может быть большой бум, взрыв, социальный взрыв. И здесь два варианта. Или вариант, номер один, прислушиваешься к Рею Далию и к Максиму Петрову и говоришь, ребята, давайте сделаем большой пирог. Чтобы сделать большой пирог, нужно, соответственно, увеличивать производительность труда. Это образование, это человеческий капитал, развитие человеческого капитала. И это такой длительный процесс, это невозможно быстро сделать. Но если ты хочешь оставить состояние неустойчивого равновесия, то вторым вариантом, как бы это ни казалось прискорбным, может являться искусственное сокращение населения. То есть я не хочу сейчас говорить о каких-то конспирологических теориях, но если посмотреть, что происходит, опять же, тот же самый ковид, где очень много гипотез о том, что это искусственно созданный вирус, который имеет летальный исход. И опять-таки, летальный исход преимущественно касается пожилых людей. То есть смертность у пожилых людей она более высокая. А пожилые люди это кто? Это люди, которые создают меньше потребительской ценности. Они не работают, они не создают потребительскую ценность, они просто от государства получают социальные пособия. Если их становится чуть-чуть меньше, ну ничего страшного в этом нету. То есть тогда неустойчивость системы сохраняется. Опять же самые какие-то полномасштабные боевые действия, какая-то война. Здесь, конечно, воздействие прямое идет на экономически активное население, но его очень быстро, оно может быть сокращено. То есть просто за счет боевых действий, которые происходят. И в данном случае масштаб, который мы наблюдаем в рамках специальной военной операции, это не тот масштаб, который повлияет на весь мир. То есть масштаб должен быть более глобальный. То есть это тряхануть должно где-то там в районе азиатского региона. Опять же, если смотреть, что происходит в настоящий момент, военные базы, усиление группировки, авианосные группы в Японском море, в Желтом море, на Тайване, установка на острове Гуам, система противоракетной обороны, контролирование определенных проливов, то есть непосредственно подготовка к этому идет. Потому что здесь смотрят на эту ситуацию с двух сторон. То есть первый вариант получить нестабильность, потерять власть и получить некое перераспределение ресурсов. Вторая, это военная какая-то история, военная или же бактериологическая, то есть в форме создания каких-либо вирусов, которые или выборочно действуют, или воздействуют на менее экономически активное население. Это действительно риск, он присутствует. И не понимать, и не осознавать его, что у вас есть для этого, но это, наверное, не совсем правильно в текущих условиях. Если у человека горизонт планирования один год, и я планирую, что будет через год, естественно, все, что он послушает, скажет, блин, конспирологическая фигня какая-то, зачем мне это слушать, и вообще я там описываюсь с этого канала. Но при этом нужно понимать определенные тренды, микротренды, макротренды, которые происходят. И меня это действительно беспокоит. Меня беспокоит ситуация, связанная с тем, что рост населения, он продолжается, хотим мы этого или нет, хотя может быть и замедляется. Но даже если он замедлится, стабилизируется и будет немножко снижаться, сама экономика мировая, она начинает производить меньше, несмотря на то, что появляются новые технологии. Оно будет оказывать воздействие. Ну то есть воздействие на мир. У вас 7 миллиардов жителей, и их нужно накормить. И у вас получается там рост населения составляет, ну просто достаточно, чтобы рост населения было выше, чем рост ВВП. И это надо как-то решать. Или каким-то образом ограничивать рождаемость или увеличивать смертность или развиваться вот за счет неких таких сателлитов, которые не могут сейчас должную конкуренцию что ли составить. Вот Европа, она, например, конкуренцию Соединенным Штатам не может составить. Тем, что сказали, они в принципе то и сделали. То, что непосредственно наблюдаем. И здесь нужно понимать, каким образом ты на это реагируешь лично ты. Потому что, если не сегодня, не через год, то через 5-10 лет тебе это обязательно коснется. И большое заблуждение думать, что 10 лет это прям очень-очень далеко. Я вон по детям вижу, что еще недавно на одной руке ребенка носил, а сейчас там уже 11-12 лет. То есть, это вот пролетело очень быстро. И здесь, как минимум, имеет смысл подстраховаться. Понятно, что от всех рисков защититься мы не сможем. Каким образом страховаться? Страховаться, в первую очередь, это рост производительности труда. То есть, быть эффективным. Быть эффективным, создавать потребительскую ценность. Опять же, я здесь привожу примеры. Бабушка мне в свое время говорил, когда я заканчивал Суворовское училище, она говорит, иди в медицинскую академию. В Питер поступай. Будешь медиком, военным, врачом. Врачи нужны всегда. То есть, какой бы строй ни был, социализм строят, коммунизм строят, капитализм строят. Без разницы. Врачи нужны. Педагоги. Педагоги, в принципе, нужны всегда и везде. Потому что педагоги, они впрямую влияют на рост производительности каждого человека. Насколько он обучаем, какими знаниями, носителями знаний он является. Она сама, соответственно, педагог была. То есть, почему я иду в эту образовательную плоскость? Потому что я понимаю, что здесь речь не про то, что я с этого зарабатываю. Речь про то, что я помогаю таким образом людям развивать собственное мышление, быть более эффективным, более производительным. То есть, создавать больше потребительской ценности. И если ты являешься таким сотрудником, я не знаю, биоинженер, какой-нибудь IT-разработчик новых платформ, ты занимаешься разработкой программ искусственного интеллекта. В принципе, в этом случае, если ты смотришь на эту историю, ты понимаешь, что если даже будет стоять вопрос о том, чтобы сократить численность населения, то опять-таки, кого в первую очередь это коснется? Это коснется безнейших стран. И это достаточно легко сделать за счет роста цены продуктов питания. Наблюдали в Тунисе, в Египте в начале 20 века. То есть, когда бунты были, за счет чего? Пшеница стоит дорого, продукты питания стоят дорого, люди себе позволить этого не могут, начинается голод или начинаются какие-то бунты. Пускай бунтуют, пускай они там поменяют правительство, но опять-таки, хлеб для них будет стоить дорого, и это неизбежно приведет к тому, что население данной территории сократится. Почему? Потому что, опять-таки, если взять население, большую часть населения, я не знаю, Алжира, Туниса, это население, которое мало создает опять же тот же самый ковид. Кого касается, где смертность наиболее высокая? Среди младенчества вообще смертности нет, детей до 12 лет практически нет, а касается возраста 45+. И то, опять-таки, на уровне 45 в меньшей степени, на уровне 65 в большей степени, чуть ли не в 10 раз больше, тотальные случаи смерти непосредственно. То есть, таким образом, получается опять или бедные страны сократить, чтобы они не просили, чтобы они не влияли. То есть, каким образом они влияют? Они влияют таким образом, что когда у них доходы падают, когда продукты стоят дорого, они начинают мигрировать. Они начинают мигрировать в Европу. Они устанавливают там, соответственно, собственную культуру. Они начинают требовать социальных пособий, которые обеспечивает их Европа. И таким образом, ты получаешь некий дисбаланс. Поэтому это по возможности сократить. Но если ты высокопроизводительный, у тебя есть хорошее образование, ты круто обучаешься, ты круто коммуницируешь, это лично ты делаешь, это твоя супруга делает, это у тебя выстроенная стратегия образования детей, каким образом ты раскрываешь их потенциал скрытый. То в этом случае твоя собственная безопасность, твоей собственной семьи, она имеет более высокий уровень устойчивости. То есть, условно, попадать под сокращение, но у тебя нет смысла сокращать, потому что ты ценен, потому что у тебя есть производительность, и эту производительность, ее по-прежнему нужно поддерживать. Пусть и на меньшее число людей. Здесь очень важная история, что мне не хотелось бы опять быть обвинен в каких-то космологических историях. Я постарался посмотреть на текущие риски в мире с позиции именно фундаментальной экономики. То есть, что происходит. Что у нас с производством, что у нас с ростом населения, какие риски присутствуют, и частично, наверное, коснуться, каким образом можно минимизировать. Более подробно обязательно разберу это на двух мастер-классах отдельно про риски, отдельно про то, что делать. Хотите более подробно узнать, что и как, 4 часа общей сложности планируется в мастер-класс, ссылочка в описании под данное видео. Проходите, рад буду видеть, плюс там же заберете свой подарок. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.